Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня собрались по очень интересному поводу. Евгений Гневушев, главный редактор «Моменты истины», но при этом он же является и координатором проекта «Безопасная столица». Эти ребята «Безопасная столица» взяли на себя очень благородную миссию сделать нашу столицу безопасной. Для этого они вскрывают различные негативные стороны жизни города, пытаются вывести это дело на свет Божий. При этом они очень в тесной координации работают и с правоохранительными органами, и с журналистами других изданий. Ноу-хау ресторанного бизнеса, захлестнувшая столицу, здесь нет как таковой кухни, настоящих официантов и даже мебель бутафорская. Но клиентов хоть отбавляй. Сверхдоходы предприятию общепита обеспечивают внимание 250 миловидных работниц и десяток крепких парней. Среди потерпевших не только мечтающие о большой чистой работнике жилсервисов и простачке из провинции, но и вполне себе солидные сеньоры. За легкое чаепитие в компании сотрудниц «Сентропе» они платят десятки тысяч рублей. Добровольно, но без возможности отказаться. Как работает это процветающее предприятие, мы решили выяснить изнутри. Рекрутинг девушек организаторы ведут активно. Объявлениями о приеме на работу пестрят публичные площадки в интернете. Конечно, без подробностей. Приглашают на вакансию менеджера ресторанного бизнеса. Зарплата 300 тысяч рублей. Очень много для подобного предложения. И трезво мыслящего человека, не готового нарушать закон, это должно оттолкнуть. Набираем. Вопросы, которые задают по телефону, короткие. Возраст, внешность, семейное положение. И вот нас уже приглашают на очное собеседование. Она мне так нравится. Как тебе? Настя. Тут вообще ничего сложного нет. Главное, чтобы умная была. Не тупила. Нам быстро объясняют технологию. Команда делится на операторов. Они не вылазят с сайтов знакомств, где соблазняют одиноких мужчин по переписке. И модели, которые занимаются тем же самым. Но уже на очных встречах. Задача модели привезти клиента в заведение. Причем уже влюбленного. Чтобы не вчитывался в меню с космическими ценами. Хорошо заработаешь. Ничего в этом такого нет. Тебе с ними не надо ни целоваться. Ничего такого. Кавалеров здесь достаточно цинично. Называют столами. Таких столов за вечер каждая сотрудница ресторана должна накрыть по 5-6. Случайных посетителей здесь нет. Дверь открывает охранник, убедившись, что клиент идет в сопровождении модели. Он написал мне поэму. Хотел знакомить меня со своей мамой. Я его на двух точках. Сначала на одну, я его на 38. Ушла на *** на 40-х. На одну встречу отводится полчаса. Кульминация, расчет. Колбасная нарезка, чай, фрукты. Итого 30 тысяч рублей. Эту блондинку зовут Лиса. Для нее это уже третье подобное место работы. Как выкачивать из клиентов деньги, она освоила в совершенстве. Что, сколько у тебя получается еще на секрету? 25. 25 дней? Да. И теперь? 100. То есть это, ну, считай, полляма. Весь. Да. Алишер – всего лишь очередной стол в ее карьере. Без пяти минут нищий. Модель работает четко. Время – деньги. Чтобы клиент не успел изучить цены, Лиса мастерски отвлекает внимание. Ну, рассказывай. Чем ты занимаешься? По семье у тебя есть? Жена. Сколько там вышел в счет? 21,600. Вообще, типа, нормальный счет – 25. Если денег на карте нет, не беда. Прямо в ресторане охранники предлагают оформить микрозайм. микрозайм, настойчиво. А если вот он отказывается платить, что делать? Самый банк, чтобы он не плачет. А если он вызывает? Делаешь, что делать, что делать, что делать, что делать. Просто говоришь, типа, ой, получила, дочь, кофе и самодучи. Очередное свидание. В этот раз клиент попался упрямый. Идти в кафе отказывается. Наставница, к слову, ей всего 15, работает по методичке. Ты меня не любишь, что ли? Я тебя люблю. Ты что? Давай пойдем посидим, посмотрим, ты даже не зашел. Мы нам тысячи двадцать. Мы просилку мы не занять. Можно завтра? Давай завтра. Завтра встретимся? Да, конечно, завтра. Деньги намного. Хорошо. И сюда пойдем? Да. По самым скромным подсчетам, ежедневный доход никому неизвестного ресторана составляет около миллиона рублей. Из них на продукты, пару палок колбасы и пакет с фруктами, тратится всего тысяч пять. Почти неделю мы собирали доказательства незаконной деятельности работников Сент-РОП, чтобы затем передать их следователям. Нас раскусили уже на финальной части журналистского расследования. Помогли коллеги из безопасной столицы. Помогите! Это наша девочка! Это наша девочка! Увидев камеру и микрофон, организаторы незаконного бизнеса попытались забаррикадироваться в здании вместе с моделями и клиентами, которые сегодня остались при своих деньгах. А вы еще вот видели, какие здесь сцены? Вы считаете, это нормально? Вы открывали вообще меню? Ну, из меню я заказала себе только попить колу, а мужчины заказали себе пиво и шампанское. В МВД уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. К полицейским обратились клиенты другого заведения, работу которого контролировали те же люди, что и в Сантропе. Впрочем, ликвидировать высокодоходный бизнес организаторы, видимо, не планируют. Берите на телефон, что я буду. Что делаете? Задержаны или что? Чем вы в данном заведении занимались? Я пришел сюда, вы работаете с вами. Берите свою камеру. Все, иди вы. Вероятно, что подозреваемым придется отвечать и за нападение на съемочную группу нашего канала. На инцидент обратило внимание руководство Следственного комитета России. Можно увидеть на кадрах, как наш сотрудник хочет войти, открыть дверь, ему прыскают баллончиком перцовки, и все, они закрываются, и все, и больше не открывают. Просто журналисты, они журналисты, да. В данном случае сложно было и правоохранительные органы подключать, потому что здесь, видимо, никакого состава-то нет. Поэтому мы, как тоже такие расследователи, мы тоже такими вещами немножко занимаемся. Нас пригласили для прикрытия вот этой всей истории. Ну и там на всякий случай для силового сопровождения, потому что ожидать можно было любых вообще провокаций. Так можно сказать, в засаде ждали сигнала, когда девушка, которая была внедрена, должна была дать сигнал, что все, заходим. Должны были вызвать полицию, то есть и вместе с полицией зайти в это кафе. И как бы вот уже все прям взять с поличным. Но девушку раскрыли. И на всякий случай, я просто тоже был таким участником этих событий, на всякий случай, конечно, мы должны были подстраховать, если начнется неконтролируемые какие-то действия со стороны вот этих вот. Но я их называю это вообще преступниками, я этого слова не боюсь. Действительно было силовое воздействие на журналистов. Силы меня потащили в этот ресторан, сказали, что сейчас мне будет очень плохо, угрожали, стращали мне. И когда мы подошли к ресторану, они увидели группу других корреспондентов, операторов. Они сразу же напали на всех, напали на нас, ударили меня по голове, ударили меня по лицу. Нашего сотрудника Антона, ему сожгли слизистую глаз, перцовым баллоном вызывали скорую, промывали молоком. Все это видно в сюжете. Здесь вот такого прям прямого преступления как бы нет. Оно не очевидно, действительно. Тут принуждения нет никакого. Есть сговор. То есть и охранники, и девушки, и те, кто работает в этом кафе, они понимают, что там происходит. Это все-таки преступление. Я вам объясню, почему. Потому что вот относительно человека, который попадает вот в эту выстроенную под него ситуацию, ему подставляется девушка. Он хочет ей понравиться. Он ее приводит. Дальше, что такое организованное преступное сообщество? Это такое сообщество, где распределены роли, где есть общие деньги. А вот про милицию давайте поговорим. Вот эти сотрудники, которые в кадре, они же приезжают. Ну, мы откроем маленький секрет. Мы имели доступ к чату с помощью вот этой внедренной девушки, где переписывались вот эти сотрудники вот этого заведения. И вот там один из, в этом чате в переписке, мы читали, что один из посетителей, которых достаточно цинично называют столами, значит, он вызвал милицию. И в чате стоял, ну, небольшой иронический такой вот настрой. Ой, приехали наши. Мы это все видели. Кто подъехал, и милиция, они достаточно внушительного вида, с такими пузиками, с автоматиками. Они зашли туда, спросили, в чем дело. Молодой человек, которого в этот момент как раз вот обрабатывали, он говорил, что я вот не ожидал. Ну, они похохотали. Говорят, ну, дружище, говорит, там типа, ну, платить тебе надо. И уехали. А когда он спросил их, ну, а мне объяснительную, может быть, какую-то писать, они похихикали, говорят, да мы сами за тебя напишем объяснительную. Когда произошли события, в которых вот мы приняли непосредственно участие, Евгений, со своими ребятами, и, грубо говоря, подъехали точно эти же люди, да? Скорая подъехала, потом только подъехала полиция. Давай, давай. Она подошла, постучалась, им не открыли. Ну, что они сделают? Развернулись и ушли. Полиция вела себя достаточно подчеркнуто и безучастно. Более того, когда полиция, видимо, по рации передала, что тут журналисты, а там были журналисты НТВ, были наши журналисты, все это сфиксировалось, как вы видите, мы сделали на базе этих съемок сюжет. Значит, ну, видимо, работники милиции поняли, что дело приняло немножко другой оборот, не просто какого-то дурачка одного поймали. Вот. И приехал старший, вот этот майор, которого мы видим на записи, он тоже постучался, значит, ему никто не открыл, а все остальное время он звонил. Он не отрывал, в течение всего нахождения там, он не отрывал трубку от уха, он постоянно пытался куда-то дозвониться. Ну, мы думаем, что он звонил вот этим участникам. Ну, мы можем ошибаться, безусловно. Но суть в том, что он тоже ничего не сделал, он тоже робко постучался. Это милиция робко стучащаяся. Когда милиции надо, она залетает куда тебе... Когда надо. Они отреагировали на сигнал, приехали, постучались и уехали. Потом приехал ответственный, также постучался, кому-то позвонил, и тоже через какое-то время... При этом избитая журналистка, сожженными глазами стоит человек, и им на робкий стук не открыли дверь. Ну, что это такое, Евгений? То есть у меня есть ощущение, приехал большой начальник какой-то, он там дежурной смены был, вот в чине майора, там, да, походил, похлопал себя по мягким местам, как развернулся и уехал, поговорил по телефону с кем-то. Так не работают сотрудники милиции. Когда есть избитые люди, когда вызвана скорая помощь, когда стоят журналисты, все это фиксируют, милиция должна принимать здесь активные действия. В данном случае она не сделала ничего, причем достаточно демонстративно. То есть отрешенно они походили и развернулись и уехали. На всякий случай прислали маленькую машину с двумя или тремя человеками разгвардейцев. Если вдруг начнется драка, чтобы разгвардейцы вдруг ее умяли. Потому что они уехали, и начался мордобой. А он мог начаться. В принципе, он там был. Эту девушку мы выдергивали из лап Анастасию Ягонину, вот эта, которая журналистка НТВ. Мы выдергивали из лап людей, которые ее калашматили. И там, в общем-то, была определенная потасовка. Сотрудники НТВ, корреспонденты НТВ, журналисты, им пришло сообщение. Давайте мы заплатим денег за то, чтобы этот сюжет не вышел. Потому что владельцы, участники этого бизнеса, они хорошо понимают. Если это дело получают огласку, значит, правоохранительные органы, даже несмотря на заинтересованность, все равно вынуждены будут этим заниматься. Более того, сейчас, как вы сказали, Следственный комитет, причем центральный аппарат Следственного комитета взял под контроль эту ситуацию. Состав здесь, ну вот, по моему мнению, это 159-я статья Уголовного кодекса, мошенничество. Почему? Как трактуется эта статья Уголовного кодекса? Это тайное хищение чужого имущества или с обманом или вхождение в доверие? Хищение чужого имущества. Здесь, я считаю, что она абсолютно, эта статья подходит под то, что совершают эти люди. Причем по предварительному сговору, потому что здесь задействован определенный круг лиц. Поэтому, но это все равно очень на грани, потому что это все нужно доказать. Потому что вот сейчас даже тот же Следственный комитет, который взял на контроль, это и проводит доследственную проверку, которая длится месяц обычно, ну, по закону длится месяц, а после него они должны вынести процессуальное решение. Значит, либо заводится уголовное дело, либо заводится. Я вангую, что они никого в этом кафе не поймают. И тех лиц, и тех потерпевших для того, чтобы это установить, скорее всего, будет вынесен отказ, потому что лица будут не установлены, они там больше не появятся. Потому что мы зафиксировали только пару охранников, мы не зафиксировали там потерпевших, условно говоря. Поэтому, как вы правильно уже и предположили, что эти действия будут продолжаться, потому что бизнес, он сверхдоходный. Вот просто эти кафе будут открываться в других местах. Точно так же будет местной милиции предлагаться закрывать глаза на какие-то там происшествия мелкие. Они не будут драться, они не будут бить, они будут до последнего тебя пытаться вытащить деньги. Если у тебя их нет, там даже до того доходит, что они, прямо здесь же сидит какой-то сотрудник микрозайм организации, и ты под свои паспортные данные сразу берешь микрозайм и сразу отдаешь эти деньги, прямо не выходя из кафе. Понимаете, насколько здесь все организовано? Микрозайм дают прямо в кафе. Любой сверхдоходный бизнес, такой нелегальный, как там проституция, наркотики, сколько с ними не борется на белом свете во всех странах мира, она все продолжается. И это тоже будет продолжаться. Будем следить, чем все-таки это дело закончится, какое решение будет у Следственного комитета по доследственной проверке. И, конечно, сообщим об этом нашим зрителям. Город должен быть безопасным, и мы всячески будем, как редакция, тоже вам помогать. Всего доброго, дорогие друзья, пишите свои комментарии. Может быть, кто-то опишет такую же ситуацию, которая попадала или слышал, что кто-то попал. Мы будем очень рады обратной связи. Звоните по нашим телефонам, пишите на нашу электронную почту. До свидания, всего доброго. Сделаем Москву безопасной.